За первые три половины этих матчей баскетболисты СПЕРС набрали 195 очков и закончили эти половины с разницей плюс 65. Сами можете прикинуть, какая была колоссальная разница в игре этих команд. Бенч Сан-Антонио набрал на целых 100 очков больше, чем их оппоненты из Портленда, перекинув 140 на 41. Более того, всего лишь 33 секунды баскетболисты Портленда выигрывали вообще, хотя бы на одну очку выходили вперед в этой серии. Если говорить конкретно по третьему матчу, то четыре баскетболиста Портленда набрали 20 и более очков, чего в принципе в первых двух матчах мы не видели и что ранее в регулярном чемпионате очень часто означало практически стопроцентную победу Портленда. Все те задумки Стотса, которые были у Портленда, у него был какой-то план А, мы о нем знаем. Это усеченная ротация, это 40 плюс минут их лидеров на паркете, два-три запасных, которые проводят там 5-7 минут Мой Вильямс, там Бартон может выйти, Леонард несколько минут его. Но то, как они выходят, ту игру, которую они показывают, позволяет скамечникам Спёрс набирать легкие два очка, три очка Фьерет Белленелли через игру, но качественный баскетбол показывают Мануджи Нобили. Пэти Милс на какие-то 15 минут способен идеально заменить Тони Поркера, набросав своих 10 очков, отдать 2-3 интересных передачи. Если Лилард сможет набрать 40 очков и покажет Ламаркус Олдридж такую же игру, как он показывал в первых матчах против Хьюстона, тогда у Портлена может возникнуть какой-то шанс зацепиться в серии против Спёрс. Но пока все идет к тому, что серия закончится с такой победой Сан-Антонио.